Каждое письмо, чтобы оно дошло до получателя, не в том плане, чтобы свалилась к ним в почтовую вещь, а дошло, чтобы оно было принято и обработано, и принесло пользу, оно должно быть сформулировано с целью, которая обозначена в терминах желаемой вами реакции адреса. То есть, чтобы из письма было понятно, на какую реакцию адреса вы просчитываете. Мы с вами собрали различные варианты, какой реакции мы ожидаем и для чего мы пишем письма лицепринимающим решениям. У нас была сделана домашняя заготовка. Все варианты обращения разбиты на две большие группы. Первая группа, когда вы выступаете инициатором запроса. То есть, это запрос на что-то. И вот, посмотрите, в нашем домашнем подготовленном варианте цели запроса были следующие. Получить одобрение запроса или согласие с предложением. Получить полномочия или ресурсы. Получить решение, указание, мнение или совет. Получить разрешение на конкретные действия. То есть, в общем, ваша цель – получить ресурсы или согласие. А вот тот список, который мы с вами вместе сформулировали. Согласие. Ну, есть в явном виде. Запрос на согласование. Почти то же самое, что согласие. Запрос на ресурсы. Запрос на информацию. Вот он, получите. Указание. Запрос на действия. Запрос на совет. Помощь. Запрос на... Вот этот вариант, который Руслан нам назвал. Мы его решили сформулировать следующим образом. Запрос на благорасположение. Поздравиться. Руслан, ты ведь это имел ввиду, да? Слово. Ага. Отлично. И еще один вариант. Запрос на общение. На ресурсы в виде общения. Если вы выполнили поручение, и говорите, я выполнил поручение, то та обратная связь, которую вы ожидаете, ну, как минимум, спасибо, молодец. Как минимум, это и есть признание того, что вы сделали вашу работу качественную. Согласитесь, немногие из нас будут готовы выполнять поручение и не получать обратной, никакой обратной связи. Не понимаем, хорошо сделали поручение, нехорошо. То есть, отправляя отчет о выполненной задачи, мы ожидаем получить какую-то обратную связь. То есть, еще один вариант, это помочь адресату прийти к полезным выводам и решениям. Итак, цели отчетов, которые у нас были заготовлены в нашей домашней заготовке. Получить признание высокого цену, что сделала на работе. Помочь адресату сформулировать полезный вывод и решение на основании предоставленной информации. Или получить согласие с рекомендациями или с планом дальнейших действий. Ну, вот то, что мы записали из тех вариантов, которые мы вместе с вами составили. А отчитаться, получить оценку, дать указание. Дима. Дим, письма согласны. Я беру помощь другим. Дим, я беру ваш пример, который был до перерыва. Вы сказали, что вы иногда пишите, потому что я прошу держать меня в курсе. Вы помогаете мне сформировать мое мнение о ходе проекта, другими словами, дать оценку того, что происходит. И если вы в конце информируете, как вы мне сказали, по вашему запросу, информирую вас. Это, вы держите меня в курсе, но не хватает одной фразы, чтобы что-то... Так, вас устраивает эта информация? Например, эта фраза, вы побуждаете меня к какому-то действию. Эти фразы могут быть разные. Побудите меня к действиям. Дать вам обратную связь. Это то, о чем говорит сейчас Глеб. Спасибо, Александр Александрович. Вместе мы не победим. Дима. Это ответ. Коллеги, в 80% случаев вы можете существенно упростить свою задачу при написании писания. Не надо заниматься изобретением чего-то. Все давно уже изобретено до вас. Ваша задача умно использовать то, что было изобретено. И теперь я хочу вам показать простые шаблоны, используя которые вы с большой долей вероятности добьетесь нужного вам результата. И сможете сделать хорошее, пускай не отличное, но как минимум хорошее письмо, хорошее запросы. Шаблон номер один. Предложение или запросы. Цель краткого варианта. Получить согласие с выводами о ситуации и с подходом к решению проблемы или использованию возможностей. Это коротко. Цель разворотовый вариант получить согласие с плавным и то, о чем вы сегодня говорили, из бюджета. Получить добро на использованные деньги. Структура. Первое. Начать с краткого описания текущей ситуации. Проблемы или потенциальной возможности. Второе. Предложить возможное решение или сформулировать суть предложения, концепцию и подход. Третье. Обозначить цену опроса и выгоду от решения. После этого предложить плод действий или струксов. Ну вот это вот для развернутого варианта. Самый большой развернутый вариант это предложить оформленный по нашему стандарту устав проект. Это для самых серьезных вопросов. Противнострировано примере из моей жизни. Ситуация, которая... И письмо, которое у нас было по ходу с плавным проектом. Александр Александрович. Грибыли комментарии немецких юристов по контракту по нашему проекту. Мы с многими контрагентами взаимодействовали, но в том числе взаимодействовали с юристами с точки зрения оценки нашего... Корректности нашего контракта и с точки зрения рисков. Предлагают такой способ действия. Если выставить эти риски, которые они обозначили в отношении договора, в колонке такой-то обозначим, что мы делаем, либо будем делать для предотвращения данных рисков. Также помимо материализовался данный риск или нет, в ходе нашей работы с поставщиком прошедшие пять месяцев. Такой отчет можно будет предоставить доктору Мюллеру, чтобы показать, как мы отработали комментарии юристов. Согласны с предложением? Сан Санычу остается ответить на это письмо до согласия, и этого достаточно. Минимум закрачиваем его времени, максимум курс. Давайте разберем еще раз по порядку структуру. Ситуация, возможное решение, цена опроса, выгоды и план действия ресурсов. Ситуация. Прибыль и комментарии местных юристов. Предложение в виде плана действия. Описание тех выгодов, которые мы получим в выполнении такой-то план действия. Ну и вот последний класс, запрос на согласование. Согласны? Максимально эффективное использование времени первого лица. Простая, на самом деле, подготовка. Ничего сложного в этом письме нет. Я думаю, что письма подобного рода каждый из вас может с счетом семечки. Оно действительно простой. Просто структурированный запрос в первом лице. Следующий шаблон, он немножко посложнее. План-факт. Это шаблон отчета о выполнении поручений. Прежде всего, нужно начать с того, чтобы обозначить, для чего такие отчеты делаются. Для того, чтобы получить подтверждение и оценку сделанной равной. Как вы с вами уже смотрели, что когда вы отчитываетесь, обратная связь, которую вы ожидаете, это оценка равной. Структура. Сначала неплохо обозначить название того плана или поручения, о котором вы отчитываетесь. Ввести в курс дела, о чем вы вообще говорите. Следующее. Презюмент. Коротко, главные выводы, главные лица этого отчета. Весьма вероятно, и много примеров мы с Александровичем обсуждали, когда из первого предложения, если отписывать текущую суть, достаточно, чтобы Александрович выдать ответ. Возможно, идет дальше обоснование. Если требуется, есть возможность посмотреть, то, как правило, достаточно, если с Александрович в курсе, одного короткого первого, хорошо сформированного предложения. То, что вы хотите сказать. И после этого, как раз подтверждение, аргументация, короткого резюме. Это статус-план-факт. Это очень интересная вещь, пока не очень распространенная у нас компания, но я думаю, что это тот инструмент, который нам нужно взять на вооружение. Вот простая форма предложения по представлению статуса. Таблица, да, по таблицам, которые несколько лоб. Мероприятие, плановый срок исполнения, фактический срок исполнения, если оно уже выполнено. Дальше. Расходы. Один из трех вариантов. По плану, перерасход, недоразход. Как вы помните, это первые лица, лицепринимающие решения, как правило, очень прагматичны. Они всегда завершены. Цены решения и отдачи. Вот это как раз о цене решения. Главное, на самом деле, фактический срок, это о времени исполнения. Ну, и последний талант, это текущий статус-мероприятия. Один из нескольких вариантов. Завершено по плану или раньше. Завершено с задержкой. В процессе по плану, в процессе с задержкой. Временно приостановленных и обменных. Дальше на примере покажу, как это может, как такой отчет может выглядеть. Отчет о выполнении плана маркетинговых мероприятий за первый квартал 13-го года. Краткое первое предложение. О чем это тащит выполнение маркетинговых мероприятий за первое предложение? С первого предложения сразу выходит в курсе. О чем дальше пойдет ящик? Краткое резюме. Из пяти запланированных мероприятий четыре завершены. Возникла задержка по изготовлению этого ролика, вызванная необходимостью доработки концепции. В связи с этой задержкой израсходовано лишь 42% бюджета первого квартала. Работа над роликом будет завершена тогда, 12-го марта. Дальше, следующая часть, подтверждающая краткое резюме. Статус план-факт. И вот пять задач, о которых шла речь. Первая задача, статья о продукте в деловой прессе. Срок 1 февраля, завершено 30 января. Расход по плану, завершено по плану. Вторая задача, конференция с ключевыми клиентами. Срок 18 февраля, завершено 18 февраля. Перерасход 2% в связи с повышением стоимости аренды зала. Завершено по плану. Обучение для службы поддержки в клиентских организациях. Плановый срок 27 февраля, завершено 27 февраля. Расход по плану, завершено по плану. Четвертое. Издание нового буклета продукции компании. Срок 1 марта, фактически срок 20 марта. Расход по плану, завершено задержкой. Завершено задержкой и дальше идет короткий комментарий. Если мы отклонились от исходного графика, и у нас есть какие-то отклонения, то обязательно комментарии, почему это произошло. Задержка печати в типографии. Напечатали одну треть тиража, сломалась машина, сделали другую типографию. Все дальше лицу принимающего решения, понятно, что эта задержка произошла. Причиной декейта задачи уже завершена. Он проинформированный. И последнее. Изготовление нового рекламного ролика. Сроку 15 марта. Недорасход по бюджету 75%. В процессе, статус в процессе задержки. Предложенная реклама на агентском концепции, ролик она с ним строила. Нарабатывается учетом наших замечаний. Новый срок 12 марта. 12 марта. Очень коротко, без воды, ясно, изложен ключевой статус по текущим задачам. У первого лица входит минимум времени, для того, чтобы ознакомиться и сделать те выводы, которые ему необходимы. Максимально эффективно используем ресурсы в виде времени первого лица. Каждый из вас подобные вещи, я думаю, что много раз делал. Для вас записание такого бюджета не потребует больше времени. Скорее даже наоборот. Оно сократит то время, которое вы тратите на работе. А если это обойдет привычку, то вы будете делать это практически машинально. При этом для тех, кому вы пишете, это будет также вам максимально полезно. И время вы будете использовать максимально. И последний шаг, ну, третий. Аналитический отсчет, выводы, рекомендации. Цель – получить согласие с выводами и рекомендацией. Структура, рекомендуемая структура такова. Коллеги, хочу обратить внимание, что вот те шагоны, про которые я говорил, они не являются добрыми. Не обязательно делать так или только так. Это предлагаемая структура, которая в большом количестве случаев поможет вам просто сформирует качественное бизнес. Итак, структура. Цель отсчета, выводы, рекомендации, и результаты исследования, на основании которого сформулированы выводы рекомендации, и методика сбора и анализа фактов и данных. Ну, это для совсем серьезных службок вещей, требующих поисков. Пример. Вот сейчас мы пример рассмотреть не будем, потому что у нас дальше, в нашем сегодняшнем, в нашем сегодняшнем обучении, как раз такая форма отчета будет рассмотрена очень подробно. Поэтому сейчас я остановиться не буду, мы к этому вернемся еще чуть позже всего. Коллеги, теперь я прошу вас открыть в вашей разданке. У вас в разданке есть вот такой слайд. И сейчас предлагаю еще раз проверить себя. В тех местах, которые оставлены, не заполнены, пожалуйста, напишите, для чего вы делаете запросы и предложения, и для чего вы делаете обчинку. А в следующем слайде мы сверимся с теорией. Задание, мы не доступны, большинство свободно, более запомнят. Давайте теперь с феррикса. С правильным работом. В зависимости от того, пишете ли вы отчет или отправляете ли вы запрос первому лицу, вероятно, наши цели могут быть следующие. Цели заброса. Получить одобрение заброса или согласие с предложением. Получить полномочия или ресурсы. Получить решение, указание, мнение или совет. И получить разрешение на конкретные действия. Если вы пишете отчет, то вероятная ваша цель получить признание и высокую оценку сделанной работы, помочь адресату сформировать полезный вывод или решение, получить согласие с рекомендациями или с планом дальнейших действий. Хорошо. Тогда переходим к следующей части. Александр Александрович, передаю вам слово. Иван, не так давно мы с вами письмо, где просили одобрить имена. Может быть, не в такой конкурировке, одобрение запроса. У вас был запрос на открытие СОХа. Вы просили одобрить ваше предложение открыть СОХ в Хабаровске. Не в Хабаровске. Улаву, да. Улаву, да. То есть, в первую часть вы уже согласны, мы только города перепутали. Стало яснее? Иван, это синонима. у кого совпало все? Угу. Есть такие. Три человека из пятидесяти. Ах. Когда прочитал эту книгу, то в голове как-то сложилась картинка, что вот не зря я поставил идею сегодняшнего тренинга без воды как развитие идеи дипа. Потому что многие вещи перекликаются. Сейчас мы с вами так эволюционно подошли к моменту, когда я бы хотел, чтобы у вас тоже в голове это собралось вместе. У нас в том, чему мы с вами примыкли в дивре данные и информация это в некоторых смыслах анализ, который мы сейчас рассматривали с вами как один из этапов отчета. Выводы совпадают. А вот решения, которые в нашем с вами дивре обозначены одной строчкой, здесь гораздо более детально рассматриваются. И в общем в объект тоже квинтэссенция того, что мы с вами сейчас обсуждаем, что в зависимости от ситуации, будь то запрос, будь то отчет, то, каким образом вы подходите к финальной части самого главного, к кульминации вашего письма, вы можете рассматривать с разных сторон. Вы можете запрашивать разрешение решения на подход к определенному рассмотрению вопроса, на план, на действие, на результат. то есть мы с вами сейчас принципиально еще раз не вводим каких-то абсолютно новых понятий. Мы с вами говорим о тем же самых моментах знакомого дива, которые вы используете. Цель, чтобы через этот инструмент еще быстрее и проще получать то, что вы хотите, это решение тех вопросов, которые вам дает лицо принимающие решения. Еще некоторые нюансы, на которых я хочу обратить внимание, когда вы пишете письмо, мы с вами сейчас несколько раз проговорили, формулировать цель в поселке, в реакциях, в реакции, в желаемой реакции адресата. Какие здесь есть подводные капли? Первый и на мой взгляд из этих четырех пунктов, которые выведены, главный грех это бесцельность. Начиная с вот этого ведра, коронки, куда мы кидали, было очевидно. Мен цели это главная проблема. Если в результате сегодняшнего трехчасового обучения хотя бы одну эту проблему вы решили, хотя бы одну, что все письма, все отчеты будут содержать постакулированную цель, я считаю, что время уже потрачено не зря. Я думаю, что это не единственная польза, которую мы с вами должны получить. Не только для себя, важно же это транслировать. Остальным, а то мы отсюда все такие умные выйдем. И, кстати, не забудьте, ваши подчиненные еще об этом ничего не знают. Поэтому вы с завтрашнего дня с них сразу это не требуете. Вы сначала им хотя бы расскажите об этом. Какие еще есть грехи, назовем их так, неадекватность. Дима сегодня несколько раз упоминал, манипуляция, когда обращение неадекватно к ситуации. Это может быть по времени, я бы приводил пример, что вроде получаешь вискору, но оно неадекватно. Либо по времени, либо по ситуации. И чаще всего автор предполагает это, но не дает себе труд на это обратить внимание. Несвоевременность. Наш пич, чаще всего это слишком поздно. Да, нас информируют, что не позавчера это уже не было сделано, и поэтому это не будет сделано еще неделю. Вот пример, который я сегодня рассматривал со сроками, он в какой-то части был негативный, но с точки зрения сроков там было все достаточно адекватно. Есть еще обратная сторона медали, когда запросы поступают преждевременно. переключусь на секунду сюда. Почему вот здесь решение разбито на несколько частей. Те из вас, кто почитает книгу, там очень хорошо структурировано описана процедура поэтапного вхождения в коммуникацию с предсовпринимающим решением для того, чтобы получить максимальный эффект. Мы это сейчас скомпоновали. И иногда не надо забегать вперед. когда происходит, что уже есть запрос на ресурс, допустим, на деньги. Но еще мы не прошли предыдущий этап, но если скажем о рынке, то еще непонятно, что на рынке происходит. Зачем нам сейчас согласовывать бюджет на внедрение на рынок, если мы еще не отследили саму мелкость рынка. И это слишком поздно, это слишком рано. Таким образом, может быть, иллюстрирует третий кук, что не своевременность. Ну и последний грех это бесполезность. Когда в принципе решаются вопросом не к тому человеку, кто это должен решать. У нас часто это происходит, и сегодня давно было шуток на ту тему, вот бы надо поставить руководителя, этого руководителя, того подчиненного в копии, пусть он будет в курсе. вот мы договаривались, те, кто был на предыдущем обучении, я надеюсь, довезли до остальных, что это бесполезно делать человеку, который на этом этапе не должен быть вовлечен. Это тоже неэффективное использование ресурса. Вот четыре момента, на которые хочу обратить внимание, из них 80%, это первый. Еще раз, не должно быть бесцельных писем. У каждого письма должна быть цель, сформулированная в желаемой реакции адреса. Коллеги, очень рады всех видеть вас здесь, приятно находиться на подобном мероприятии. Мне сегодня вспомнилась интересная история, которая со мной произошла буквально год назад. Я ехал на тренинг на предыдущее место работы, где обязательным условием участия был троскод. Ну, то есть гаусфул, костюм и все причитающееся. Я приехал и в последний момент понял, что забыл одеть гаусфул. Без этого атрибута мне, к сожалению, не было возможности принять участие в данном мероприятии. Я подошел на ресепшн молодому человеку, спросил его, нет ли у вас случайно где-нибудь безопасного галстука или чего-то подобного. Он извинился, сказал, что нет, попросил присесть, подождать. Может, не так получится зайти. Но буквально через пару минут он подошел ко мне и предложил пройтись с ним до его дома. Он сказал, что недалеко живет. Где он презентовал мне на время этого тренинга свой галстук, который еще отлично вписался в мой гостюм. коллеги, как вы думаете, вот мы сегодня много уделили внимания нашим лучшим сотрудникам. Как вы считаете, что отличает этих людей, почему мы их так выделяем особенно, чем они выделяются, какое основное их качество, как вы считаете? активность, проактивность, да, все верно, это то, что я хотел услышать, Денис Михайловна мне помогла очень в этом. Это те люди, которые делают на шаг больше того, что от них просят. Это те люди, которые мы хотим, чтобы нас окружали, те люди, которые мы хотим, чтобы с нами вместе работали. Мы хотим, чтобы нас окружали партнеры, эксперты, которые думают на шаг вперед и делают на шаг вперед. Если у нас попросили сделать отчет, мы часто делаем отчет, высылаем этот отчет и довольны в прибрыжку, радуемся, что мы выполнили поручение, отмечаем это в протоколе, в плане и так далее. Но задумайтесь, может, можно сделать не просто отчет, может, можно сделать отчет и предложить выводы. Это как раз и отличает тех людей, которых мы сегодня с вами поздравляли. это думать на шаг вперед и, как сказал Александр Александрович, быть успешным. Именно место отчета предоставлять выводы, к выводам предлагать рекомендации, к рекомендациям предлагать план, плану добавлять действия или предлагать результат, то есть уже просчитывать бюджет, это именно то, что мы с вами можем делать, даже если это требует дополнительного ресурса времени и сил от нас. То, что позволяет нас быть успешными и занимать место на вот этих прекрасных стульях. И резюмируя все, что сказали мои коллеги до этого, запрос, отчет, предложение должен быть полезным, это ключевой его критерий. Создавать добавочную стоимость, чтобы вы смогли своим отчетом, предложением внести дополнительный вклад в решение, которое принимает лицо принимающей решения, как бы смешно это не звучало. Вот. И мы решили взять такую же очень интересную аббревиатуру из книги, ну не аббревиатуру, точнее, а определение, это плюс шаг. Плюс шаг это то, что помогает нам быть успешными, то, что помогает нам делать наши отчеты и предложения лучше и полезнее для лиц, принимающих решения. Надеюсь, что после того, как мы все выйдем из этой аудитории, задумаемся над этим и сделаем для себя какие-то выводы. Спасибо. Спасибо за ваши аплодисменты. Это как раз символично, что мы уже два с половиной часа ведем тренинг и пока единственный, у кого были аплодисменты, это у Дмитрия. Я на самом деле действительно рад, потому что для Дмитрия это первый опыт и Дмитрий аплодисменты показывает, что вы замечательно справились со своим первым опытом. Коллеги, мы постепенно подходим уже к финальной части, осталось два небольших блока, чтобы закрепить и показать вам еще некоторые нюансы, которые могут быть вам полезны. Часть третья предпоследняя. Когда Глеб показывал шаблон, он отчасти затронул, а как было так попроще структурировать наш отчет, чтобы и у нас это меньше времени занимало, и у лица принимающего решения. Какие есть здесь инструкции, которые вам помогут? нужно начать с того, прежде чем писать, в 80-й раз повторю, сначала сформулируйте цель, что вы хотите. И начните от того, что сначала сформулируйте, что у вас самое главное, и выстроите пирамиду, которая будет опираться на базу, ширина которой зависит от ситуации. Как я уже сегодня вам показывал на примере, иногда достаточно только самой вершины пирамиды, как альтера. Потому что в большинстве случаев контекст понятия выстроите эту пирамиду и структурируйте свое письмо. Что это значит? Что значит структурировать? Создать письма. Письмо должно быть связано и логично развиваться. Отличное замечание, да? Последовательность, логично развиваться это синонима. Да, Рызи? Само логическое последовательность и логическое последовательность. То есть у нас как-то да, перепрягается. Звучит это все сейчас хорошо. Если сейчас каждый из нас откроет Outlook, как много писем мы найдем, где есть четкое, логическое выстроенное последовательность действий от главного ко второстепенному и где есть база. Я думаю, что не так много. Я вам сейчас покажу хороший пример для этого. В конечном итоге, мы хотим, чтобы у нас были определены главные мысли. И желательно это сделать в самом начале. Потому что зачастую, пока ты читаешь письмо некоторое, ты уже вообще потерял нить и до главной мысли бывает не доходишь. Итак, первое. Начните с того, чтобы определить главную мысль письма. Потом, как правильно сейчас коллеги подсказали, последовательность изложения. не перепрыгивайте с одной мысли на другую. По-моему, Дмитрий сегодня как раз один из примеров, который был подготовлен. Начали с одного, закончили вторым. Первая реакция Дмитрия была какая? Даже о цели не хочется, говори сразу «помойку». Потом, выберите для себя способ детализации. Иногда удобно таблица, иногда удобно текст. Подумайте о том, какой путь будет самым коротким нанесению этой информации. И после этого переходите к структурированию. Четыре рекомендации. Здесь компиляция моего опыта и автора этой книги. Начните с определения темы. Я думаю, что не найдется ни одного участника сейчас в этом зале нашего обучения. Кто, открыв свой отлубь, не найдет десятки писем глядя на тему которого непонятно вообще о чем идет речь. Мне очень нравятся письма, тема называется «Письмо». Вы смеяете, что удивительно? У кого есть такие письма в отлубе? Есть «Письма» «Вопрос». Есть «Хорошая тема письма» «Тоже вопрос». Итак, определите тему. Второе. Исключите темы, которые не имеют отношения к цели документов. Повторяться не буду. Одно письмо, одна тема. Определите типы высказывания по каждой теме. Проблемы, причины проблемы, решения. Мы с вами рассматриваем, почему даны несколько вариантов. Иногда синонимы помогают, иногда нужно одобрение. Мы сегодня не включили сознательно наш тренинг из-за дефицита времени. Есть отдельный блок, который рассматривается. Это специфические свойства лица, принимающего решения. Мы же все разные. Кому-то нравятся таблички, я, например, к этим людям отношусь, я считываю информацию в табличном виде очень быстро. С текста хуже. Картинки у меня где-то посередине. Кто-то воспринимает только картинки, кому-то еще нужен цвет, резюме. Это специфично, вы должны знать, кому вы пишете. Те, кто работает в продаже, вы знаете, что клиентам тоже нужно делать разные коммерческие предложения, они по-разному воспринимаются. Чем лучше вы знаете клиента, тем лучше вы для него это подготовите. И конкретизируйте ваше высказывание после этого. Последний этап это завершение структурирования. Постройте иерархию, очень четко как Митрий сказал, должна быть логическая последовательность действий. Значит, если говорить о том, что у нас Дивер это начальная школа, сейчас средний класс, кто захочет дальше развивать для себя эту тему, для своих сотрудников, я рекомендую книгу Барбара Минна, у нас она есть в корпоративной библиотеке, так как раз идея, которая высказывала открытие, она очень подробно высказывается. Основные посылы, которые в ее теории, что пункты идеи или высказывания верхнего уровня, то есть самые главные, должны быть раскрыты при помощи пунктов следующего уровня. Не наоборот. Идеи каждого уровня должны обобщать идеи предыдущего, и сгруппированы они, которые ниже. Идеи каждой группы должны быть экологически взаимосвязаны, то, о чем Дмитрий один и Виталий сказал, и один из экологических последовательностей. Это затравка, не буду сейчас на этом останавливаться, обращаю просто внимание на эту книгу, кто-то захочет разобраться, рекомендую почитать. И квинтэссенция. Вот это будет как некий путеводитель, по которому вы сами можете проверить, и сейчас с помощью этого путеводителя один пример разберем, который позволит в тот момент, когда это дойдет до автоматизма, вам делать такие письма, или получать, если вы этому обучите своих сотрудников, письма, по которым можно быстро принимать решения. Итак, делайте немногочисленные главные мысли документа, понятными с самого начала. Первое. Напоминайте контекст в начале документа, но очень коротко. Иногда бывает это необходимо. Вернусь к примеру, который Дима сказал. Вот есть какой-то отчет. Дмитрий может предполагать, что я получаю достаточно много отчетов, и в данном случае его профессионализм будет выглядеть в том, что в начале контекста. Например, Сан Санович, когда вы были с доктором в Тюмени, попросили отчитаться о проведенном семинаре в России по гидроизоляции. Напоминание. Ну, Дмитрий, знаешь, эту тему я не забыл, но предположим... Я рад, что я был полезен. Значит, контекст. Очень коротко. Не надо подробно рассказывать про все детали. Второе. Используйте подход от главного к второстепенному. То есть, не надо сначала, я уже приводил сегодня примеры, давать все подробности и потом говорить. Ну и вот теперь наконец я вам скажу о самом главном. Наоборот. Третье. Выделите главные мысли и сообщите их в начале текста. Озвучив главное, представьте пояснение, если необходимо. Чаще всего это не нужно. И главных мыслей не должно быть слишком много. Третий раз об этом повторяю. Четвертое. Уже поговорили о заголовках. Вообще это отдельное искусство. Я уже приводил несколько раз примеры. Уже дважды или трижды к Евгению обращался. На мой взгляд, если вы откроете письма от Евгения, я надеюсь, они такие же, как ко мне, то когда я получаю письмо от Евгения, то в заголовке для меня 90% того, что я должен сделать. бывают большие. Я бы хотел, чтобы иногда они были покороче. Это правда. Над этим еще и есть еще и поработать. Но в принципе мне зачастую достаточно прочитать тему. Я даже не открываю письмо. Вот это выше пилотаж. Поэтому формулируйте главную мысль в начале, тему определяйте с учетом желаемой реакции адреса. Там есть письмо. Прошусь согласовать кто-то. Все. Ну и конкретно что? Вот она вся тема письма. Пятое. 28 раз повторяю. Формулируйте запрос в терминах желаемой реакции адреса, где уместно прямо в теме письма и делайте качественные предложения и рекомендации. Рассмотрим пример. У вас этого нет в раздамке. Вы только видите на экране. Поэтому основная польза от вас будет сейчас вот тех комментариев которые я дам. Это хороший пример. Не так давно вот Светланы Иващенко здесь нет я от нее получаю письмо в котором описывается ситуация достаточно проблематичная непонятно как с ней разобраться давайте я сейчас посмотрю как я это скильптурировал Александр Александрович добрый день хочу узнать как быть с ботаментом можно понять что в самом начале она не проходила тренинг просто была рабочая ситуация в которой она писала мне запрос в начале хочу узнать как быть с ботаментом не до конца понятно как быть с ботаментом в контексте ясно что уже направление закрыто но в начале это стало первое Светлана на интуитивном уровне в начале сразу контекст плюс выделение главного я сразу понимаю что пойдет дальше второе аксак Светлана пишет в системе аксак при проведении заказов на отгрузках и так далее и так далее там она описывает технические детали идет конкретизация признаюсь честно я его пропустил потому что половина букв и слов мне не очень знакомо были ну я знаю что Светлана здесь эксперт вспоминаем рано начало и я этот абзац так раз и сразу у нас следующий я еще тренер проходил по быстрочтению ну не стал выделять туда это счастье чтобы разрядить обстановку прочитать я слышала пишет Светлана здесь что мы вскоре закроем в кавычках направление БТА и так далее ну вот фраза я слышал то есть где-то там она будет нет все равно это было хорошо она сделала себя отходной манипулой если вдруг что-то не так там пойдет то это не она это она слышала значит третий же абзац если до этого пропустить идет конкретное предложение для технического решения возникающих проблем есть два варианта вариант вариант один вариант два что мы имеем мы имеем варианты решения тут же они идут могу сразу сказать что детализация этих вариантов для меня была избыточной по причинам уже описано выше но тем не менее видно что человек профессиональный как эксперт к этому подошел последний блок пожалуйста выберите вариант действий и сроки то есть здесь одновременно и запрос на действий и указания мне дайте сроки запрос на решение насколько качественно запрос сделал для лица принимающего решения на мой взгляд он не полный и я обратил внимание что когда мы говорим у него предлагаем решение выводы решения вот эту всю структуру здесь нет одного момента который мы выпускаем и вот после одной вашей практики сейчас я понял что на самом-то деле это очень важно вы сказали что пропустили часть этого весьма потому что вы уверены что закладывает вся норма и она знает и понимает этот анализ но учитывая то что вы не доверяете эксперт вы допускаете что вы в некоторых вопросах можете экспертами быть однозначно поэтому для принятия вами решения одного из этих вам не хватает одного момента возможные последствия возможные последствия при принятии этого решения и она как профессионал их должна выказать тогда тогда это будет полным очень справедливое замечание я сейчас отнесу нас всех к этим замечательным роликам для чего нужны категории к которым относится все сотрудники когда я получаю от Светланы такое письмо она для меня однозначно эксперт я могу вам назвать очень много фамилий получив подобное письмо я буду вчитываться я вам сегодня показываю пример я вчитывался не просто в само письмо я вчитывался в бизнес-план я вчитывался в град потому что человек который мне отправил пока не производит у меня впечатления как эксперт я ему помогаю здесь развиваться но она не стратег она тактик и она может некоторые последствия просто не принять его внимания согласен и я принимаю решение беру у себя ответственность лицо принимающее решение в данном случае это я в следующий раз если я принял неправильное решение на основе некачественно подготовленной информации человек перейдет из разряда эксперт куда? нет она качественная информация безусловно качественная просто может быть она не совсем полная спасибо за вопрос еще какие-то комментарии или вопросы здесь письмо отправленное сразу двум адресат это бросается в глаза хотя запрос на решение адресован только в одной раз какую тема вообще не видит никакого отношения к самому всему внутри супер замечание открывайте на следующем слайде но отличное замечание сзади не видно не два высота два в поле корун и два в поле копия справедливые замечания движемся дальше или еще что-то есть? что я сделал для нашего с вами анализа на мой взгляд при всех вот этих шероховатостях на 400 с плюсом правда? можно тот запрос оценить однозначно да? может быть где-то на 5 с минусом я думаю, что вы бы все довольны были если бы все запросы к вам поступали хотя бы в таком виде согласны? да? это было бы уже очень неплохо какие буквально мелкие нюансы позволяют очень хорошее письмо сделать отличным большую часть Андрей уже назвал сходом как я это вижу? первое это тема письма да? здесь во-первых тема письма почти не имела никакого отношения к содержанию но так получилось вот на самом деле я бы переформулировал тему письма следующим образом и иллюстрирую сразу нужно ваше согласование варианта оформления бутамет после закрытия направления до этого момента тема письма была возврата до свестрой да до свестрой к бутаменту вообще никакого отношения не имел но я сейчас иллюстрирую что фактически несколько экзаменов можно увидеть в теме письма запрос на действия контекст все в одном месте два блока из разных областей я бы объединил значит вторая фраза была хочу узнать как быть с бутаментом и я слышала что мы вскоре и это я уже читал я бы это объединил в один абзац который бы поставил вторым в связи с закрытием бутамента то есть не я слышала а она проверила это заранее ну не в угле естественно в данном варианте а у Марина Владимировна например и предположим это произошло да я сейчас фантазирую в связи с закрытием бутамента возникают технические сложности в Аксапте при проведении заказов на английском то есть два разгрузненных блока есть разное письмо они в одном месте дается контекст третий блок где Светлана дает технические подробности я их сократил и я бы назвал их таким образом да Светлана знает мою квалификацию в Аксапте и я бы написал при необходимости детали представлены по запросу плюс смотри письмо ниже просто там есть еще примерно 7 или 8 писем снизу этого письма я их даже не читал но там есть все вот эти вот детали которые Светлана в оригинале предложила мне почитать итак вот эти вот детали их зачастую можно убрать либо сделать приложением да каким-то последнее предпоследнее да у Светланы в конце пожалуйста выберите вариант ваших действий и сроки просто эту фразу перенести раньше да чтобы было четко понять что-то меня хотят чем раньше вы обозначите что вы хотите от лица принимающего решения тем будет лучше ну иногда надо дать контекст сначала иногда не нужно значит вот эти два блока я не менял мы это уже с вами прокомментировали резюме четыре блока которые с точки зрения структурирования запроса вам помогут первое отражайте главные мысли в заголовках я показал как небольшие изменения существенно вам помогут и мастер-класс Евгения не забираем второе напоминайте контекст в начале документа третье формулируйте запрос в терминах желаемой реакции адресата и делайте качественные предложения и решения на основании которых можно как правильно Дмитрий заметил принимать те решения которых оба жалеть потом не будут если у него партнер если с той стороны эксперт он хочет чтобы его как эксперт воспринимали и дальше вот мы сейчас с вами рассмотрели пример буквально двух-трехнедельной давности который показывает да что в принципе это существует и небольшие нюансы здесь позволяют перевести его из очень хорошего в отличное просто если мне кажется что если говорить о том как сделать хорошее письмо идеально то мне кажется все-таки можно вернуться к тому о чем сказал Диме если мы предложение формулируем в терминах желаемой реакции адресата то мы варианты должны формулировать в этой же реакции то есть здесь информация предоставлена в нижнем блоке красном исходя из того что нужно будет делать а не исходя из той информации которая нужна для определения решения я имею ввиду что здесь не последствия первого и второго варианта изложены а действия ну то есть каким образом какой договор тогда нужно будет куда прикреплять и как проводить по аналитикам а не отсутствия например ну впоследствии ну впоследствии можно вопрос откуда вы это знаете а вы прочитали я просто отсюда ничего не вижу а вы отсюда все прочитали а а просто я я планирую поскольку все-таки я в контексте мне этой информации было достаточно и я сразу принял решение я выбрал второй вариант то есть я не оставил за ним это решение мне оказалось этого достаточно учитывая что мы с ней все-таки в регулярном я сейчас датрирую некоторые вещи но я был в контексте и я легко смог принять решение на основе этой информации вот но замечание правильное это зависит от того насколько люди это уже эксперт или это еще инкоглика да вот наверное здесь или в другой категории находится спасибо за вопрос еще вопросы переходим к заключительному блогу мы с вами затронули что есть особенности у неспринимающих решения они всякие разные и в примере клиента я сейчас сказал что можно разные коммерческие предложения написать нужно эти нюансы учитывать но есть ряд вещей которых желательно избегать чего нужно избегать будет понятно сейчас из следующего ролика ну я дядька чего кричите иди отсюда мальчик не мешай собираем под рекоменем под пиво Боже наш, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и вовеки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня она неоднократно звучала, Дмитрий о ней несколько раз упоминал. Когда вы пишете запрос, хотите какую-то желаю реакцию, не паникулируйте. Цена должна быть адекватной размером отдачи. Мы с вами сегодня обмениваемся примерами. Очень долго мы с вами согласовывали проект недобавки. И здесь мне всегда симпатизировало, вы реально показывали. Я понимал, что вы, во-первых, эксперты, и во-вторых, вы реалистично показываете в этом проекте то, на что мы можем рассчитывать, и можно принимать решения, выделять туда ресурсы или нет. Это вот момент, когда происходит манипуляция, последствия чаще всего уже попадания из одной категории в другую. Друзья, мы уже в самом конце. Небольшое добавление к предыдущему ролику, к манипуляции. В связи того, что вы видели, с манипуляцией. Я думаю, что не ошибаюсь, если скажу, что никому из нас не нравится, когда нашим мнением мы как-то манипулируем. Когда нас хотят поставить в такую ситуацию, когда мы вынуждены, не хотят принять какие-то решения. Вот посмотрите, когда вы получаете в письме от автора письма эмоцию. Ой, что за ужас. Как у нас все плохо. То есть, когда содержание письма наполнено эмоциональным фондом. Ведь, как правило, это манипуляция вашего мнения. Это создание таких условий, когда вы вынуждены будете принять решение не на основании здравого смысла, а на основании каких-то эмоций. О ужасе, кошмаре и еще чем-то другом. Вот, воздерживайтесь письмом от исполченной манипуляции. На мой взгляд, эмоции в письмах хороши в одном единственном случае. Если это эмоциональное поздравление, благодарность. То есть, если эти эмоции положительные. Только в этом случае эмоции в деловатые мескопустимы. Во всех остальных случаях, от негативных эмоций, вот именно эмоции лучше воздержаться. Это мой мой совет и рекомендации. Последний инструмент, достаточно простой, которым мы хотим сегодня поделиться. И почти на это закончим. Это еще один маленький шаг. Простая логика последовательности изложения информации. Причина события связи. Продемонстрировано на примере, что имеется в виду. Итак, представим ситуацию, руководитель от которой зависит какие-то решения, получает информацию о проблеме. Изложено следующий вопрос. У нас возник постоянный дефицит на складе. Некое событие, которое ему информировали. В результате постоянного дефицита это приводит к тому, что у нас многочисленные задержки в поставках клиента. Это следствие события. А после этого все это произошло без того, что было чье-то решение об изменении порядка расположения мест хранения на столе. Угу. Лицо, принимающее решение, сделало другу связь, но чего-то не выдает, тут не выкладывается схема. После этого от причины события, сложных последних, лицо, она снова переводит на первый шаг, но была причина чье-то решение, оно привело к постоянному дефициту товара на складе. Ага, ситуация становится яснее, связь может тут выстраиваться, и после этого еще один шаг, ага, вот теперь понятный результат. То есть для того, чтобы проанализировать три фраза, потребовалось четыре шага. Если же мы расположим вот эти блоки просто в прямой последовательности, в хронологическом, причина чье-то решение, к какому событию оно привело? Постоянную дефициту товар на складе. А какое следствие? Многочисленные задержки в поставках клиента. Вот сама структура изложения, она сразу становится понятной. Потратили точно такое же время на изложение, на написание текста, но восприятие уже гораздо быстрее понятное. Время лица, принимающее решение, сэкономленное. Это, опять же, не только 80% случаев это будет работать. Ну что же, перейдем к изведению итогов. Итак, концепция личной эффективности подразумевает эффективность как отношение результата, как затраченное время. То, чему были посвящены два с лишним часа нашего сегодняшнего обучения, они были направлены на одно. Сделайте так, чтобы сэкономить ваше время при получении необходимого решения. Сделайте так, чтобы вы, подчеркнув какие-то навыки, смогли быстрее получать положительные ответы на ваше решение. Экономить ваше время. В каком случае вы получаете решение? В том случае, когда вы пишете заброс или пишете отчет лицу принимающего решения. Кому отдаем предпочтение в положительном решении те лица, которые принимают решение? Ну, как правило. Тем, кто умеет говорить с ними на одном понятном и эффективном языке. Тем, кто умеет коротко и ясно структурировать письмо. Тем, кто может сформулировать цель письма в терминах желаемой реализации адреса. Вот это то, о чем мы сегодня с Александром Ильичем не сделаем, пытались с вами рассказать. И те приемы, которые должны вам помочь быстрее добиваться нужного адреса. Я хочу попросить вас ответить на один маленький вопрос. Было ли из сегодняшнего обучения хотя бы что-то, что может быть вам полезно в дальнейшем? Почерпнули ли вы что-то, что поможет вам стать лучше и эффективнее в будущем? Ведите, пожалуйста, только те, для кого что-то полезное в сегодняшнем тренинге было. Спасибо вам большое. Как и каждое наше обучение, мы хотим его закончить на двух вещах, на небольшом коротком тесте. Он достаточно прост, как со мной уверен, чтобы не вызвать никаких сотрудников. И не ваши обратные, какие обратные связи, которые поможут вам в дальнейшем делать наше обучение еще лучше. Говоря о том, почему это нужно вам, и о том, какую ценность это даст вам. Мы, по итогам сегодняшнего мероприятия, для каждого из вас подготовили вот такую маленькую короткую память. Здесь очень короткая и очень легкая выжига основных идей, то есть доминантных. После того, как вы заполните банкет обратной связи и тест, пожалуйста, задавайте, и мы с удовольствием вам презентуем ваши результаты и короткую память. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok